Впервые я столкнулась с поверхностью Морена, принявшей вид члена семейства астроиды, в связи с теорией особенностей. Изображенная на картинке проекция поверхности Морена, дает простую топологическую модель для знаменитой машины катастроф Зимана. Две резинки соединяют гвоздик на свободно вращающемся маховичке с неподвижным гвоздиком вверху и подвижной точкой, скажем, карандашом внизу. Когда вы двигаете карандаш по плоскости управления, колесо то и дело внезапно поворачивается скачком, самым таинственным образом. Вы сможете предсказывать эти скачки, если поднимете путь карандаша на поверхность. Минимумом потенциальной энергии нашей механической системы соответствуют точки изображенного на рисунке широкого листа поверхности, вплоть до ее контура, включая окна. Покрасьте этот лист в синий цвет. Максимумы потенциальной энергии, которых машина избегает, находятся на другом, красном, листе поверхности. На рисунке представлена только узкая полоска красного листа вблизи контура. Колесо скачет в точках разрыва поднятого пути. Например, полный обход карандаша вокруг астроида не приводит к скачкам, поскольку его поднятие все время остается на синим листе. При пересечении астроиды в горизонтальном направлении колесо прыгает в тот момент, когда карандаш покидает область, ограниченную астроидой. Это происходит потому, что поднятый путь появляется из одного окна и, срываясь с контура, попадает на другое. Вертикальные проходы через ту же область не приводят к скачкам, если карандаш не пересекает оси симметрии астроиды, поскольку поднятие такого пути просто проходит через окно. Именно это и подобные ей катастрофы, рассматриваемые с точки зрения начертательной топологии, и побудили меня заняться классификацией превосходных отображений поверхностей в терминах их контуров.